Это же тоже твоя иллюзия. Ты понимаешь, что наши дети нам не принадлежат. Это как знаешь, мое знание и энергия, вот то, что я тебе сейчас передаю, поток и состояние, по большому счету я тоже проводник, и мне это не принадлежит. Мне мои же знания не принадлежат, я только лишь проводник. Так же и дети. Мы рожаем новые души. Да, твоя кармическая задача – передать эту энергию, но это не твоя собственность. Соответственно, ты не имеешь права обладать этим ребенком. Все, что ты можешь дать, ты ему дала, а дальше не мешай. И мотивируй его только своим примером состояния баланса. Я понимаю, о чем вы говорите. Когда был ребенок счастлив, должна быть счастлива мама. Да, вот видишь как, мой пример тебе из жизни. Я покинула свою семью в 14 лет. И знаешь, откуда у меня было такое острое желание покинуть свою семью? Потому что они давлели на меня своей заботой. И я это чувствовала как сильный ограничивающий фактор. Мне стало некомфортно. Не нужно проверять, когда я гуляю, с кем я провожу время на улице, когда я поела, когда я поспала. То есть мне ограничения родителей стали некомфортными. И в 14 лет фактически я для своих родителей умерла. Я покинула дом и больше никогда не вернулась. И я сказала своей маме, своим родителям, если вы хотите от меня получить энергию, если вы хотите быть со мной в энергообмене, то перестаньте меня контролировать. Примите факт, что я для вас умерла. И как только вы меня отпустите, я сама выйду с вами на связь. И после этого я заблокировала свой телефон. Вот так я отработала страхи своих родителей, боязни меня потерять и желание меня контролировать. Кейт, вы знаете, у меня еще также есть, я думаю, что сейчас просто мы заговорили о родителях, да, и страх не оправдать чьи-то надежды и тех же родителей. Потому что я знаю, что они на меня смотрят, и они от меня чего-то ждут, да. Да. Возможно, и я тоже смотрю на своего ребенка, и тоже я от него жду, что он должен достичь каких-то высот в мире финансов, или в спорте, или еще где-то. Да, то есть вообще оправданно ли это ожидание родителей от детей? И как избавиться от этого страха, потому что некоторые дети на себя же это принимают, и, соответственно, боятся вообще как-либо действовать, потому что они думают, родители не одобрят, например. Конечно, ты просто сейчас задала очень много вопросов в одном вопросе. Очень много вопросов, потому что у меня очень много вопросов. Да, давай из-за чего-то одного относительно ребенка. То есть если ты считаешь, что твой ребенок тебе что-то должен, это твоя иллюзия. Он тебе ничего не должен. Хорошо, а вернемся тогда к страхам. То есть я боюсь, например, проявляться, потому что я думаю, что про меня мама моя скажет, что я что-то не то делаю. Вот тебе пример из моей жизни. Моя матушка мне говорила, Катя, заниматься сексом – это грех. И все, 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 мое юность. В 90-х, которые выросли, нам всем девочкам говорили, что заниматься сексом – это грех, а потом сразу нужно выйти замуж, и причем сделать это удачно, и быть раскрепощенной в гостили и так далее. Да, так вот моя мама говорила, что заниматься сексом – это грех. И первый раз я поцеловалась в губы с мальчиком в 20 лет. Я вообще была недотроганная и нераскрытая, как леди абсолютно. И была вообще, вообще тело свое не чувствовала. У меня такие были запреты от родителей. Соответственно, чтобы себе преодолеть этот страх и этот блок, который мне, ну скажем так, отчасти привели родители, я просто сняла такой курс, как высшее сексуальное мастерство, где проработала все виды оргазма. И сказала своей маме, мама, ты знаешь, теперь я секс-коуч. На что моя мама, конечно же, сначала меня осудила. Тогда я ей сказала, мама, отрекись от меня, если тебе стыдно, что я секс-коуч, что я раскрытая в области сексуального потенциала женщина. Если тебе стыдно, то отрекись от меня. И так от меня мама отрекалась 7 раз на 7 чакр. Я ее просила отречься от меня, потому что таким образом я прорабатывала свои блоки и блоки своей мамы. Когда моя мама узнала, что я занимаюсь йогой, она пошла к своему наставнику, и он ей сказал, что йоги не наши люди. И мама с этими убеждениями пришла ко мне и сказала, если ты моя дочь, прекрати заниматься йогой. И знаешь, что я ей ответила? Мама, до свидания. Я упаковала свой чемодан, и ты мне больше не мама. Я так сильно тебя люблю, что я тебя оставляю с твоими убеждениями и с твоим наставником наедине. Будьте счастливы. И с тех пор меня мама не видела 5 лет. Я странствовала и преподавала йогу. Вот так мы отрабатываем свои страхи и блоки. И тогда, когда ты отработаешь 7 своих страхов на каждую чакру, ты станешь поистине просветленной и изобильной женщиной. Мастером баланса жизни. Здорово? Вкусно? Да, да. Есть над чем подумать, это точно. А скажите, пожалуйста, тогда у меня рождается следующий вопрос.